Представляю вашему вниманию королеву USB флешек от производителя Orico. Данную флешку я использую относительно недавно. И в ходе ее эксплуатации я был приятно поражен ее возможностями и характеристиками, что и сподвигло меня сделать этот обзор. Вначале пару слов о самом производителе Orico. Данная компания довольно длительное время является одним из ведущих мировых производителей USB продуктов. И фокусируется она на новейших USB Type-C технологиях, быстрой загрузке и быстрой зарядке. Более подробно с продукцией компании Orico вы можете ознакомиться на официальном сайте по ссылке ниже в описании под этим видео. Ну а теперь собственно приступаем к обзору данной USB Type-C флешки. Начнем с ее упаковки, а потом к распаковке и тестированию скоростей. Упаковка выполнена довольно в приятном оформлении, что говорит о том, что ее содержимое не относится к бюджетному классу. На поверхности упаковки имеется вся необходимая информация по характеристикам данного продукта. А именно здесь говорится о том, что данная USB Type-C флешка водонепроницаемая, имеет стабильную работу, не сбрасывает скорость из-за перегрева, работает в пределах скорости 405 Мбит в секунду и поддерживает современный скоростной стандарт USB 3.2 Gen1. Скорость передачи до 5 Гбит в секунду. Также здесь указано, что производитель предоставляет гарантию 5 лет на работоспособность данного устройства. Для защиты от подделки на лицевой стороне упаковки имеется специальная голограмма, где указан объем данной флешки. В моем случае ее объем памяти составляет 512 Гбайт. С оборотной стороны упаковки имеется QR-код с защитным слоем. Если удалить данный защитный слой, то под ним будет 8-значный буквенно-цифровой код, оригинальность которого можно проверить, отсканировав данный QR-код, а также на официальном сайте производителя. Итак, с упаковкой разобрались, давайте посмотрим, что там внутри. При вскрытии упаковки видно, что в ней упакована USB-флешка, которая выполнена из металла цвета серебра. Внешне она выглядит, как говорится, дорого-богато. Также она приятная на ощупь. Теперь давайте рассмотрим ее более детально. Корпус флешки с обоих сторон имеет рельефную поверхность, для удобства удержания и извлечения ее после подключения. На одной из ее сторон имеется фирменный логотип компании Orico. С микротекстом Leading Technology. Чуть выше имеется штамповка серийного уникального номера продукта. А также здесь указан объем памяти данной флешки. 512 гигабайт в моем случае. Как видно на разъеме подключения, у меня имеются следы эксплуатации. Это из-за того, что я уже неоднократно ее использовал. На новой же флешке таких продольных следов от подключения видно не будет. Также под надписью Orico имеется подсветка, которая включается после подключения в USB-порт. С оборотной стороны флешки имеется логотип флешки. С надписью UFSD. В самом разъеме подключения имеется полимерная вставка, сине-голубого цвета. Флешка имеет два разъема подключения, формата USB и Type-C. Чтобы поменять один формат на другой, достаточно ее повернуть следующим образом. После чего у нас есть доступ к современному Type-C разъему. При этом все держится довольно плотно, ничего нигде не люфтит, не скрипит и не болтается. На одной из сторон флешки имеется отверстие. Для крепления ее на шнурок, который идет в комплекте. Такой шнурок расположен под поролоновым основанием, который фиксирует флешку. Выглядит шнурок следующим образом. Также здесь находится инструкция книжка на английском и китайском языке. Итак, с внешним осмотром девайса разобрались. Теперь давайте протестируем данную USB Type-C флешку на скорость чтения и записи. Для этого подключаем ее в USB-порт ПК или ноутбука. В моем случае я подключаю флешку в USB-порт 3.0 своего ноутбука. После подключения видно, что на флешке засветился светодиод с оттенком цвета лунного камня. В ходе обмена данными этот светодиод может периодически моргать. Далее переходим на рабочий стол ноутбука для дальнейшего тестирования данной USB Type-C флешки. Как видно при подключении, флешка отобразилась в проводнике и имеет фактический объем 476 гигабайт. Тестирование на чтение и запись я буду проводить при помощи двух программ. Это программа Crystal Disk Mark и AC SSD Benchmark. Запускаем в начале утилиту Crystal Disk Mark. Выбираем подключенную флешку и запускаем тест. После чего смотрим результаты. А результаты у меня получились следующие. Скорость чтения составляет 459 мегабит в секунду. Скорость записи 450 мегабит в секунду. Что для USB Type-C флешки можно сказать просто космические результаты. И это даже больше, чем заявлено в характеристиках самой упаковки данного девайса. Закрываем это окно. И теперь давайте протестируем флешку другой программой. AS SSD Benchmark. Запускаем ее. Выбираем подключенную флешку. Приступаем к тестированию. И смотрим на полученные результаты. Как видно, в этой программе результаты получились следующие. Скорость чтения 431 мегабит в секунду. А скорость записи 419 мегабит в секунду. Что тоже довольно приятно. Для сравнения, чтобы вы понимали. У обычной USB флешки 3.0. Скорость чтения и записи примерно 200 мегабит в секунду. А у флешки 2.0. Скорость чтения и записи в лучшем случае около 15 мегабит в секунду. В общем, кому приглянулся данный девайс, ссылку на продавца данной оригинальной продукции на Алиэкспресс. Я оставлю ниже в описании под этим видео. Там же я и заказывал данную USB Type-C флешку. Периодически у данного продавца бывают неплохие скидки. Особенно в черную пятницу. Так что мониторьте и проверяйте. Также в описании вы можете найти промокод со скидкой. Действие промокода до 30 ноября 2023 года. Кому было полезным и понравилось данное видео, поддержите его лайком и подпиской на канал, не забыв нажать на колокольчик. До скорых встреч на моем канале и всем пока!